В предыдущем сюжете о рыбалке на озере Бива мы познакомились со свиминг-джигом. Напомним, у него джиг-головка специфической формы, с бахромой и с крючком, на который японцы обычно насаживают активную мягкую приманку. Алексей Саглаев под руководством одного из лучших японских гидов Шигенобу Сугита ловил на свиминг-джиг с активным виброхвостом от Pantoon 21. Правда, для того, чтобы вести приманку как надо, в толще воды близко ко дну, Алексею пришлось потренироваться. Как только новый навык был усвоен, он сразу поймал баса. Кроме таких приманок, японцы ловят своих басов на оснастке, хорошо знакомые нам по ловле щуки. Например, так называемая техасская оснастка. Пулевидный груз, движущийся по леске и крючок, оснащенный мягкой приманкой. В качестве мягкого пластика мы будем применять достаточно активную резину. Это джилт и аваруна. Это весьма интересная форма у джилта. Твистер с очень тонким и подвижным хвостом. Ну и аваруна уже зарекомендовавшая, допустим, у меня как отменный ловец щуки и окуня в самых разных вариантах оснащения. Эдакий гибрид виброхвосты и червя с ребристым телом, очень подвижная. Вообще, в принципе, в это время активная резина, она у баса в приоритете. На пассивную, ну, клюет не так хорошо. К тому же водичка на озере Бива помутнее, чем обычная, потому что здесь в большую часть сезона вода имеет достаточно высокую прозрачность. Сейчас же прозрачность оставляет желать лучшего, то есть она где-то не более полуметра. Поэтому чем активнее приманка и чем, скажем так, она издалека заметнее для рыбы, тем лучше. Алексей решил углубиться в ловлю на мягкие пластиковые приманки, оснащенные в стиле Техас, и готовит подходящее для этого удилище. Для снасти здесь главное – возможность контролировать положение и движение приманки из мягкого гибкого материала. Другими словами, конструкция бланка должна быть такова, чтобы удилище хорошо работало с приманками иной фактуры, нежели твердые полые воблеры. Здесь важна чувствительность вершины удилища, да и стили проводки отличаются от тех, которые применяются для воблеров. Разумеется, есть модели достаточно универсальные, но по мере расширения и эволюции приманок из твердого и мягкого пластика появляется все больше специализированных удилищ. Их целевое назначение обычно указывается в названии – джик-рик. Прямое указание на то, что удилище отлично подходит для ловли с джик-головками и разнообразными оснастками с силиконом. Да уж, учиться ловить на Техас Алексею не надо. Этот способ отточен многими рыбалками и в России, и за рубежом. Только я сказал, что там жесткое дно, такой пупок небольшой, тут же вот последовала поклёбка. Он просто буквально зажрал Варуну, Техас, всё по классике, всё отменно. Вообще, конечно, кайф. Поклёвки на Техас, когда зажёвывают съедобную резину, это что-то с чем-то. Конечно, надо иметь железные нервы, чтобы в процессе, особенно на каких-нибудь соревнованиях или где, когда долго-долго целый день ждёшь поклёвки, и потом вдруг ощущаешь это, надо иметь железные нервы, чтобы дать ему зажрать это всё как следует. Ну, конечно, вещь однозначно, золотая рыба. Эта пуля со следами челюстей баса, видимо, станет для Алексея Саглаева сувениром с озера Бива. А на память Андрею Синёву останутся эти фото в компании Сенчо и японских басов. Мягкий пластик от понтуна проявил завидную интернациональность. Он отлично сработал и в одиночку, и в тандеме с японскими свиминг-джигами. Ну, а мы с вами прекрасно знаем резину понтун-21 по ловле всевозможных наших хищников. С удовольствием добавим, что в следующем сезоне появятся новые модели мягких пластиковых приманок от понтун-21. Сейчас они уже проходят тестирование у наших экспертов и ведущих спортсменов. Скоро мы сможем рассказать о новых образцах силикона поподробнее. Направление мягких приманок постоянно развивается. И, кстати, наш друг Сенчо знает в них толк. Вот такую приманку в форме Миноу можно использовать довольно универсально. Для любых горизонтов и типов проводки. То есть её можно надеть на джиг-головку и проводить плавной проводкой с подтвичиванием. А можно использовать её и для классического варианта оснастки Техас, как в данном случае. К этой приманке Сенчо имеет прямое отношение. И мы воспользовались случаем, чтобы попросить его рассказать поподробнее о своих разработках. Для компании Овнер я разработал два оригинальных типа приманок. Первая – Джастер Хок. Название отсылает к американским приманкам Анкл Джош, сделанным из свиной шкуры. Хок переводится как Боров. А Джастер Хок – это современные японские вариации тех самых американских свиных шкурок. Конечно, искусственный материал даёт больше возможностей по дизайну. Дополним рассказ Сенчо его собственными съёмками. У Джастер Хок есть воздушная полость в хвосте. Это даёт преимущество при использовании этой приманки на данной проводке лёгкими снастями. А когда Джастер Хок опускается на дно, то стоит в положении от 45 градусов до вертикали. Так он имеет более натуральный вид и лучше заметен. Его уплощённые элементы колеблются под напором воды. То есть деликатную игру Джастер Хоку придаёт сама природа, а не только движение вершины удилища. Сенчо уверен, что так получается более натурально, и пассивные бассы лучше реагируют. Такая же особенность – воздух в хвостовой части – имеется и у Джастер Фиш. Воздушная полость даёт возможность дольше сохранять наклонное положение при проводке. А на дне, стоя под углом и поигрывая хвостиком, благодаря течению, Джастер Фиш идеально имитирует кормящуюся рыбёшку. Оснащать её можно по-разному. С джиг-головкой, Техас, Каролина или без огрузки. В последнем случае можно ставить груз. У Джастер Фиш для него предусмотрено отверстие. И тогда на падении приманка играет очень натурально. Вот у меня в руках резина Аваруна Пантун-21. На ней очень интересно, на обратной стороне есть примеры, как эту резину возможно оснащать. В принципе, всё достаточно известно. Оснастка с джиг-головкой, оснастка с Техасом, оснастка с Каролиной, веки, дропшот или дауншот. И оснастка с двойным крючком. И самое интересное, это оснастка под названием терминал-рик. Она очень популярна у нас в России. Наши рыболовы её называют московской оснасткой. А в Японии используют ли её? Если используют, то где и когда и как давно? Эта оснастка, говорит Сенчо, называется мацо-мото, то есть трёхсторонняя. Она используется в Японии столько, сколько он помнит себя рыболовом. Очень давно. Сенчо раньше тоже использовал терминал-рик. А сейчас этой оснасткой пользуется с берега – стритфишинг. Потому что она позволяет делать дальний заброс и придавать приманке более естественное движение. Приманки джастер тоже можно так оснащать, и их игра будет деликатной. Нужно заметить, что бытующее у нас деление на мягкие приманки с активной игрой и пассивной на сегодняшний день устарело. Оно уже слишком грубое. В этом семействе сформировался отдельный класс мягких приманок с деликатной игрой. К ним относятся, например, вот такие джастер-фиш или приманки, сделанные компанией Овнар, вместе с Харухико Мураками, дизайнером японской компании Цуны Кичи. Если проводить аналогию с твердыми приманками, то их можно сравнить, пожалуй, с воблерами Миноу. И если Аваруна – это мягкое Миноу с выраженной активной игрой, то джастер-фиш – это мягкое Миноу с деликатной игрой. Назвать ее пассивной язык не поворачивается. Джастер-фиш без огрузки или с минимальной огрузкой, а также с легкими головками на равномерной проводке, плывут, слегка виляя по сторонам – воблинг. И, поворачиваясь вдоль собственной продольной оси – роллинг. На паузе эти приманки погружаются, покачивая боками и виляя хвостиком. При легком твичинге двигаются подобно Миноу. Рыскают, покачивают боками, но все это более деликатно. Именно этого качества, деликатности, и хотел добиться сенчем. У нас очень популярны два вида приманок с выраженной активной игрой. Это виброхвост и твистер. Так они у нас называются. И вопрос в следующем. Есть ли разница в их применении с приманками, у которых нет выраженной игры, которая у вас называется «ноу-экшен» или по-другому еще «лоу-экшен»? Боится. Расскажите, пожалуйста, об этом. Ситуации, когда активная игра уже противопоказана, а пассивная еще не срабатывает, более чем достаточно. Этот тип имеет сильную вибрацию. Иногда рыбка такого не любит. Например, сейчас, когда вода холодная. И вот в таких случаях лучше «Джастер Фиш» с более натуральной игрой, не такой ярко выраженной. Мы пожелали сенче поймать на эти приманки самых крупных басов на Биви. Между прочим, японский рекорд – бас весом более 10 килограммов и длиной более 70 сантиметров. Установлен в 2009 году именно здесь, на Биви. Его поймал Манабу Курита. Невероятно, но по весу этот бас практически повторил предыдущий мировой рекорд, установленный в США и продержавшийся аж 77 лет. ИГФА, Международная ассоциация по ловле хищников, проверяла этот факт очень тщательно. Манабу Курита даже на детекторе лжи тестировали. В конце концов, рекордный бас был официально признан, и теперь США с Японией делят статус мировых рекордсменов. В разговоре с сенче мы затронули тему, которая живо обсуждается у нас в России на соревнованиях – сохранение рыбы живой. Сенче сам, мы иногда ловим бас из достаточно большой глубины. И когда его опускаем вот в этот отсек, то он может всплывать там, переворачиваться. То есть для любой рыбы подъем с большой глубины – он плох. Я знаю, что есть метод, когда можно избежать шоковую рыбу. Покажите, пожалуйста. Хотя басы вне закона, все равно по правилам на соревнованиях нужно представлять рыбу на взвешивании живой. Раньше просто брали иголку и в определенном месте прокалывали рыбу сбоку. Однако можно промахнуться, и рыба может погибнуть. Современный метод, который используется чаще всего – более щадящий, с большим процентом выживаемости. Это прокол через рот рыбы – вот таким уколом. Правда, нужно знать анатомию. Например, у баса воздушный пузырь и желудок расположены рядом, и это упрощает дело. У рыб, в принципе, высокая способность к регенерации. И если вы все сделали аккуратно, то заметного урона эта операция не нанесет. Есть и другие способы сохранить рыбу живой и здоровой после поимки. Еще один вопрос, который тоже интересует каждого человека, который увлекается басовой рыбалкой. Синча сам. Каков размер самого большого баса, которого вы поймали? Где вы его поймали? И используя какую технику? Самого крупного баса я поймал здесь, на Биве, 7 лет назад. Это приличная рыбина была. 66 сантиметров длиной и весом 5 килограмм 130 грамм. Бас был пойман на рабберджик, вот такого типа, то есть обычный басовый джик. Синчо-сан, а сколько удилищ вообще в вашем арсенале? И еще такой сразу же вопрос, который напрашивается. Какие по типажу вы бы порекомендовали необходимые, пару моделей буквально назвать, для ловли на озере Бива и вообще, которые необходимы у любого басятника в арсенале? Ну, расскажите. По поводу количества удилищ, хотелось сказать около 200, но потом подумал, повспоминал, у меня дома их все-таки больше, где-то около 250 удилищ, включая те, которые мне нужно было тестировать. За 30 лет, что я занимаюсь рыбалкой, накопилось много. Кастинговые модели, то есть удилища для ловли с мультипликаторной катушкой, у меня для Бива такие, 7-футовые, с мощностью хеви и медиум хеви, то есть тяжелые и средне-тяжелые. Удилища длиной 6 футов 6 дюймов, полегче, от медиум до медиум хеви, то есть средней и средней тяжести класса. Регулярный строй. Регулярным в Японии называют строй модерейт, средний по-нашему. Конечно, есть удилища под безинерционной катушкой, длиной 6 футов 6 дюймов, с мощностью лайт и ультра-лайт. То есть легкие и сверхлегкие. Такие спиннинги вообще наиболее популярны в Японии. А самые популярные удилища под мультипликатор длиной 6 футов 8 дюймов средней мощности. Заметили тенденцию? Снасти, рассчитанные на более тяжелые приманки, как правило, с мультипликатором. А вот для легкой рыбалки спиннинги под безинерционную катушку. В принципе, это логично. Ловля баса с лодки не требует длинных удилищ. А при серьезных нагрузках стандартный мультипликатор в среднем проживет дольше безинерционной катушки. Но это не догма. Сам Сенчо ловит как мощными, так и легкими мультовыми снастями. Да и на берегу его спиннинговый комплект не из самых легких. Выбор зависит не только от конкретных моделей, условий ловли, вида рыбы, но и от предпочтений рыболова. Самыми популярными лесками среди продвинутых спиннингистов являются плетеные, так называемые плетенки, мягкие шнуры японские нового поколения ПЕ. А вот монофил и тем более флюрокарбон как-то не имеют такой большой популярности. Как я заметил, она есть в Японии. И хотелось бы спросить, какими типами лесок вы пользуетесь, когда вы, в каких условиях вы их используете. И если вы используете, к примеру, мягкие плетеные шнуры, ставите ли вы флюрокарбоновый поводок, как делают форелисты японские, или же нет? В последнее время на рыбалке чаще всего я применяю два типа леса – флюрокарбон и ПЕ. Нейлон практически не использую. Он имеет достаточно высокую растяжимость, что ограничивает возможность снасти. Единственное, где я использую лески из нейлона, это ловля на поверхностные приманки. Раньше флюрокарбон был весьма жестким, а вот современные лески из этого материала становятся все мягче. Плетеные лески я использую в тех случаях, когда необходимо очень деликатная, точная подача приманки, когда я должен чувствовать и контролировать ее поведение в воде. Вот тогда можно применять ПЕ с поводком. Плетенка еще важна в случаях, когда прочность выходит на первое место. В особо заросших местах, затопленных кустах, в общем, в сложном рельефе. Например, если ловить в коряжнике, то баз там активен, не очень осторожничает и не обращает внимания на толстый плетеный шнур. Да и мощную подсечку им сделать удобнее и надежнее. Сен-Чо-сан, удавалось ли вам порыбачить за пределами Японии? Если да, то каких рыб вы ловили, и какими снастями, и какую технику при этом используете? Да, я рыбачил в Америке, в Корее, ловил и крапии, и щук, и самов, но мое главное увлечение – это баз. И уж всяких его разновидностей я поймал очень много. И техники ловли использовал все, которые существуют. Тут Алексей не удержался, чтобы не продемонстрировать оснастку с двойным крючком, которую он так и не увидел за все время рыбалки на Биве ни у кого. Я хочу показать, как вообще вот это используется. Берется двойной крючок, который мы используем для ловли судака, щуки и наших традиционных хищников. Берем приманку. Тут на схеме видно. Наша приманка, вот, аваруна, имеет внутри канал, голость. Далее берем аваруну. Разгибаем крючок. Немного open. Перемеряем. Где-то здесь. Пробиваем в районе канала внутреннего и пропускаем через тело. Очень любопытно. Но тот мягкий пластик, который в Японии используют для ловли баса, очень нежный. Тут и влияние соли, вводимые в материал, и сама специфика ловли именно баса. Он такого не выдержит. Это правда. При создании мягких пластиковых приманок, ориентированных на ловлю именно баса, особенно с учетом соревнований, долговечность не самое главное. Приоритет у других свойств. Но мир гораздо разнообразнее, чем басовые озера. Поэтому среди современных приманок появляются такие, как гомункулюрс от понтун 21, обладающие всем необходимым, чтобы с одинаковым успехом ловить и зубастых щук, и осторожную форель, и многих других рыб. Включая, как мы убедились, и баса. Поэтому Алексей с чистым сердцем оставил Сенче пару упаковок. Помимо рыбалки, в планах у нас значилось посещение японского рыболовного магазина. Большинство наших зрителей много лет прожили в пору тотального дефицита. Заграничные магазины представлялись тогда товарно-продуктовым раем, и весь их ассортимент невозможно было охватить воображением. Сейчас времена изменились, и наши прилавки полны всякого заморского товара. Но интерес к тому, что продается у них, не иссяк. Все вот это вот в простом магазине на берегу озера Бива. Этот магазин под названием «Семь пальм» по японским меркам большой, чтобы обслужить огромное число рыболовов, прибывающих на Биву. Именно такой им и нужен. Покупатели здесь есть всегда. Мы зашли в середине буднего дня, и магазин не пустовал. Сенчи с Алексеем направились полюбоваться к отделу, где продаются DVD-журналы и каталоги. Как-никак Сенчи в местных рыболовных масс-медиа человек известный. И вот DVD наш, товарищ из Японии, наш гид. Это его DVD к ловле басса. А вот, кстати, еще один интересный, точнее, актуальный диск. Она вообще есть, эта оснастка? Вот она, да. Да, да, да. Это DVD рассказывает о новой оснастке от Оунар Чкари. То есть это оснастка, которая произвела здесь фурор и бомб. Это подвешено на одной петле с овсетником, такой небольшой грузильц подвешено, и такая оснастка, она позволяет фактически на месте топтаться. Скажем так, можно сказать, что это дропшот с максимально укороченным поводком. Идея очень интересная и очень популярна здесь. На нее подвешивают разнообразные малоиграющие приманки, приманки, не имеющие выраженной собственной игры. Об этой нашумевшей новинке представители компании Оунар рассказывали в Париже. Джик Рик или Чикари, как произносит ее название японцы, заслуживает отдельного рассказа. В очередном сюжете о рыболовной выставке мы обязательно поговорим о ней подробнее. А пока продолжим знакомство с ассортиментом японского рыболовного магазина. Дайка, пожалуйста, новинки 2012 года. Энцвиль. Супер бассовая палка, но одночасник. Старая, знакомая моя, Молла, Англорс Репаблик. Тоже, правда, в одночасном исполнении. 68-я Хэви. Усиленный вариант. Конечно, в японском магазине есть что-то, чего нет у нас. Но это больше связано с видами ловли или особенностями, которые есть в Японии, а у нас не используются. Не подходит по условиям или пока малоизвестны. В том, что касается ловли хищника спиннингом, большинство марок, которые мы увидели в Японии, представлены и у нас в России. Мегабас, Гарри Ямамото, Овнер, YGK, Энглерс Репаблик, знакомые нам имена. Конечно, есть некоторые отличия, как заметил Алексей, тут больше одночасных моделей спиннингов, которые у нас редкость просто по причине неудобства в перевозке. Отличаются цвета у приманок, но цвета для японцев вообще вопрос трепетный. И одна и та же модель воблера может быть представлена в разных частях Японии, в разной цветовой гамме, подобранной именно под местный колорит. С другой стороны, у нас есть такие цвета японских воблеров, которые не найдешь здесь. Бросается в глаза огромный выбор мягких приманок. Марки нам знакомы, но моделей у них гораздо больше. Как уже упоминалось выше, довольно много приманок пассивных, например, всевозможные имитации червей или с деликатной игрой. У нас больший акцент на активную резину, но возможно это дело времени. Еще несколько лет назад те же червячки многими воспринимались как шутка, а сейчас и рыболовы, и рыбы, если можно так выразиться, распробовали, и они используются и летом, и зимой. Это был не единственный магазин, куда заходили наши ребята. Вот этот уже в городе, поменьше, потеснее и специализируется на искусственных приманках для различных видов рыб. Все остальное в меньших объемах, хотя, скажем, выбор лески все равно очень приличный. Тут ребята увидели, кстати, и Пантун 21 и отметили отличия в цветах, о котором мы уже говорили. В общем, специфика японских магазинов не столько в представленных марках, они узнаваемы в России, а в организации. Что вообще характерно для Японии и для японских магазинов, это то, что даже в самом небольшом магазинчике, который расположен вот как здесь, на берегу озера, можно прийти и одеться с ног до головы, набрать приманок, вот, взять коробку, перейти через ряд, купить отнюдь недешевый и отнюдь не шепотреб спиннинг, леску, крючки, аксессуары, очки, посмотреть DVD и поехать на рыбалку. Это причем характерно для всей Японии. Даже в небольшом магазине на автозаправке можно купить фактически новую сорочку, не говоря уже о всяких мелких принадлежностях типа жидкости для контактных линз, той линз. То есть, это, конечно, то, что больше всего впечатляет. Вот эти вот небольшие различия японцев, отличия их от нас. То, что все предусмотрено и в принципе в любой точке страны можно рассчитывать найти определенные прелести цивилизации. И Алексей торопливо закончил комментарии, снова углубившись в стенды и витрины, видимо, представляя, как бы все эти прелести цивилизации выглядели бы у нас. Ну, если не все, то кое-что, чего еще совсем недавно у нас не было. Например, вот такого выбора очень известных в Японии воблеров Цуникичи у нас раньше действительно не было. А теперь пожалуйста. Более того, про Цуникичи можно в прямом смысле узнать из первых рук. Их вдохновитель и создатель Харухи Камураками приехал в Россию порыбачить. Мы составили ему компанию, пообщались и узнали много интересного. В следующих выпусках мы расскажем об очередном путешествии японцев в Россию. На этот раз не на Кольский полуостров, а в Сызрань. Команда, как всегда, большая, международная, любознательная и веселая. Посмотрим, как ловится наша щука на Цуникичи, воблеры, которые считаются особенными и стильными даже в стране восходящего солнца. Культурный рыболовный обмен между Россией и Японией продолжается. Смотрите нас и рыбачьте с нами. Что к чему и как правильно. Дельные советы по выбору снастей в магазинах Рыболов-эксперт в Москве. Вот такое о чем-то